Все время забываю. Ой, надо как-то ее снять, помыть стекло. Это мне подарила Татьяна Валерьевна вот лампу керосиновую, а я ее сделала электрической. Доброе утро, мои дорогие. Вот уже цветут цветочки. Летают, я не знаю, кто это, пчела или оса. Оса, наверное. Уже были замечены божьи коровки. Много-много маленьких цветочков. Будь здоров! Собака чихает. Все цветет. Сейчас читала комментарии ваши к моей поездке. Мне так нравится. А празднования будут? Хочется посмотреть. Девчонки, да что ж я вам, молодая деваха, ходить по всем этим тусовкам, по концертам. Я съездила, вам показала город. Настроение весеннее, праздничное. Я уже где-то говорила, что я не люблю толпу. Какая сегодня погода, мои дорогие. Ой, петух кричит у соседей. Просто ветра нет такого. Просто замечательно. Вот, а я сегодня иду к окулисту. Надо проверить глаза. Зрение плохое. А тут приехала врач из России. Вот мы к ней сходим. Сегодня девчонки пойдут и меня с собой берут. Вот. Вот, видите? Василек уже пошел в ход. Хорошо. Климат тут, конечно. Что и говорить. Не знаю, попробую, сниму, может быть, чего-нибудь. К окулисту-то пойду. Вот, вынесла на солнышко. Вот это цветок, который мне Любаша саранча подарила. Вот он у меня теперь тут растет. Вот, это мне девчонки на 8 марта подарили. Вот чего я хотела вам сказать. Очень я люблю ваши комментарии читать. Но иногда прям, ну да, вот. Вот пишут. А когда будут украшения? А когда вот еще и сцементы сделаете? А когда картины там будут? Ой, девочки. Во-первых, для того, чтобы что-то сделать, нужно сначала что-то купить. Вложить денег. Потом придумать и сделать. На все это нужно время. Я и так делаю каждый день. Ну, а потом, собственно говоря, вот я делаю те же украшения. И они лежат. Не знаю, в Черноморске не продается. Куда-то еще у меня нет возможности. А это все деньги. Так что вот так. Делаешь, делаешь, стараешься, стараешься. Потом все лежит. Ну, ладно. Надо идти делать. Ну, вот мы пришли к окулисту. Вечером хорошо, никого нет. Хорошо. Так, так сегодня тихо. Окулист. Прям хорошо ветра нету. Окулист. Такая приятная женщина. Ну, понятно, что в 62 года не может не быть проблем со зрением. Окулист. 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 Так садится. А вот так заканчивается день. Есть у нас такие люди в нашей жизни, которых мы с Алинкой просто обожали. В своё время они очень Алинке помогали, поддерживали её. Это вот Галина Санна и Дмитрий Иванович. Они давно уже живут в Калининграде, и так хотели увидеться. Алинка так хотела их увидеть. Вот сегодня они из Калининграда прилетели к Алинке на могилу. И вот сейчас я читала стихи, Галина Санна написала. Ну, это просто до истерики я так немножко подуспокоилась, но... Вот она что пишет. Девочка моя родная, ты теперь вечная моя. Боль свою с надрывом изгоняя, память и душевную воня. Кто ж даёт такое право в клочья душу рвать? Разве можно думать здраво, в раз всё потерять? Ой, Господи, ну где оно там? Потерял я. Вот. А я так ждала, любила, грезила мечтой и жила. И приезд к тебе хранила, вместо Крыма на погост пришла. Весь в цветах любовь благоухает. Скольких счастьем одарила ты. И снежок на розах плача тает. Алиночка родная, где же ты? Ой, я могу. Вот так вот. Я говорю, я счастливый человек. У меня таких людей кто-то посылает. Я ей написала. Ой, Галя, не зря Алинка считала тебя второй мамой. Спасибо вам за неё с Дмитрием Ивановичем. До конца своих дней благодарна вам буду. А она мне вот только что ответила. Любаш, я так успокоилась, когда навестила Алиночку. Большое спасибо Косте. На него надо молиться, он человечище. Спасибо, Галь. Вот так вот. Так что, мои дорогие, берегите себя и друг друга, и близких своих, пожалуйста. Ну, а пока всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok